Здрасте, а у нас тут продолжается зеленая долина. Ну и друзья, был в общем-то стримец, на котором мы поделали контрактики и соответственно Василий заработал себе баблинского. Да, у нас до сих пор висит кредит 250 тысяч, но мы можем потиху-потиху развиваться. Сегодня мы, как вы уже наверное догадались по названию серии, будем пилить. Но предварительно, друзья, нам надо конечно же убрать наше поле. Точнее замутить уборку, дать рабочим задание, а потом уже думать как и что. У нас тут опять растут бобы. Я кстати думал, что мы соберем этот урожай и добавим его к прошлому урожаю. И соответственно продадим много-много бобов сразу и будем богатыми. Но так как у нас пока что в принципе есть деньги какие-то и на сегодня нам их хватит. То соответственно сегодня мы продавать бобы не будем, а вось пригодятся. Я честно говоря не помню сколько обещало нам в прошлый раз урожай быть. Но сейчас нам обещают 27 кубов. А в прошлый раз по-моему обещал то же самое, собрали мы 29, 25 по-моему обещало. А что-то мне в голове вертелось, что у нас их всего 17. Я что-то попутал, причем так нормально. Ну и ладно, в общем-то урожая будет 60 кубов. Это довольно много, с учетом того, что к сегодняшнему дню уже ценник подрос, он там 1300. Можно в общем-то будет это все дело продавать. Ну и ладно, и хорошо. В общем-то давайте отправим тогда наших рабочих заниматься своими делами. Для начала возьмем нашего ротора и поставим его в работу. Наши рабочие, увы, не могут сами перегнать технику. В общем-то пускай пока что прогревается. У него еще не очень много износа, хотя он уже получается дважды убрал наше поле. И одно поле по контракту, и у него 34% износа. Это неплохо в общем-то. Такс, вот оно наше поле. Давайте разложимся. Что значит не развернуто? Так, собирает оно? Собирает. Шикарно. Меня это всегда радует. Так что в общем-то отправляем Васька работать. Там Жанна поехала. Ладно. Жанна тоже хорошо. Пускай в общем-то собирает. А мы тогда перенесемся в нашу МТЗшку. Вот она уже покосанная, шу пипец. Ничего страшного. Пока что может вполне повозить и в любом изношенном состоянии. Глохнуть она не будет. В любом случае Валерка будет это все дело возить. Мы ему только подгоним трактор, потому что на самом деле парковочные все эти операции по перегону техники я не доверяю их рабочим. Василий очень беспокоится почему-то за сохранность техники. Хотя она убитая и так ушатанная. Я не знаю в чем проблема. Короче Валера, смотри, вот есть поле. Вон там он ездит комбайн. Разгружаешь комбайн и возишь все на склад, который находится сзади. Понятно? Надеюсь, что понятно. А тут тоже девка какая-то поехала. Причем так же одета. Видимо сестры-близняшки Анна и Жанна поехали у нас заниматься сегодня всеми этими делами. Ну да бог с ним. Мне вообще без разницы кто будет ездить. У нас сегодня на самом деле довольно много работы. Погнали в наш домик. Зайдем в интернет и посмотрим какие у нас есть варианты и что нам надо сделать. Для того, чтобы запустить все производства в дальнейшем нам нужна в первую очередь лесопилка. Во-первых, на лесопилке будут делаться доски длинные, короткие. Они нам потребуются для того, чтобы построить остановки. Куда будут приезжать потом рабочие, которых мы будем развозить по производствам. А так же на лесопилке, точнее на пилораме я так понимаю правильно это будет называться. Будут делаться поддоны, контейнеры и всякое такое. Всякая тара в общем-то куда. Всякое произведенное. Я слишком много раз сказал слово всякое. Ну в общем-то куда будет упаковываться произведенная нами продукция на различных предприятиях. Поэтому без лесопилки никуда. Без пилорамы. Но есть одно но. Нам так же надо будет выкупить территорию близ лежащего леса. Поскольку пилить деревья на чужих территориях запрещено законодательством. Поэтому придется купить сразу два участка. В первую очередь конечно же мы берем участок с производством. Он вот здесь вот находится. 68 тысяч стоит. Мы его покупаем. Ну и конечно же участочек с лесом, который рядом лежит. 66 тысяч он стоит. Мы его тоже покупаем. Благо у бывшего хозяина нашей фермы остались хорошие отношения с местными властями. И все что захотят нам без проблем продадут. Точнее все что мы захотим. В общем-то для начала я предлагаю съездить и оценить масштаб трагедии. Оценить наше приобретение. Посмотреть что там и как там. Приехали. Глушим двигатель и смотрим что у нас тут есть. Соответственно лесопилка производства у нас появилась. Короткие доски и длинные доски он нам делает. Ну и щепа как побочный продукт. И на входе у нас бревна и топливо. Вместо топлива может использоваться щепа или же солома. Соломы у нас нету, щепы тоже. Поэтому нам придется в магазине купить 2 тюка. Или можно даже 3 соломы. Потому что в магазине у нас это все дело продается. Между тем уже 22 евро у нас отобрали наши рабочие, которые убирают поле. Вот деньги жрут, а падлы короче. Также у нас здесь есть так. Вот сюда вот кстати мы будем бревна высыпать. Насколько я понимаю. Вот здесь у нас будет загрузка топлива. Вот здесь я так понимаю хранилище щепы. Здесь мы ее сможем выгружать и использовать дальше как топливо. Здесь у нас будут появляться наши доски. Короткие и длинные. Сможем их отсюда забирать. Собственно сегодня мы на это дело посмотрим. А вот здесь уже есть производство палетов. Во-первых хранилище палетов есть. А хранилище здесь у нас длинные доски будут храниться. Здесь вон табличка написана. Да, короткие доски, контейнеры и палеты. Соответственно хранилище длинных досок. Здесь у нас производство палетов. Сюда уже понадобится рабочий. Он соответственно будет из коротких и длинных досок собирать нам ящики, контейнеры и палеты. Здесь разная продукция упаковывается в разную тару. В принципе прикольно. Ну и соответственно дальше здесь у нас... А здесь у нас это все будет появляться. Хранилища здесь я так понимаю нет. Длинные доски, короткие доски. Немножко непонятно. Ну ладно, будем разбираться со временем. Я думаю особых проблем у нас с этим не должно быть. Также друзья, кстати нам надо что-то чем мы будем все это дело пилить. Есть вариант купить конечно бензопилу. А есть вариант купить что-то типа скорпиона. Но что-то типа скорпиона стоит дохрена денег. 77 тысяч. У нас пока столько нету, кредит я брать не хочу. Поэтому придется брать бензопилу. Я только не знаю есть ли у нас рулетка здесь. Есть рулеточка, замечательно. Сможем значит доски одинакового размера пилить. Это хорошо. Но еще надо чем-то эти доски таскать. Вася конечно сильный, но таскать вручные бревна это такое себе удовольствие. Поверьте мне на слово. Я думаю вот здесь мы опушку какую-то сегодня выпилим. Можно кстати скорпиончика взять в аренду. Почему бы и нет, как вы считаете? Мне вот эта идея например нравится. Давайте-ка позвоним в магазинчик, который он занимается всеми этими делами. И узнаем, что там, как у нас со скорпиончиком. О-о-о, сельхозтехника, менеджер Екатерина, слушаю вас. Здрасте. Забор покрасьте. Не смешно вообще-то. Слушайте, я вам звоню по поводу лесозаготовительной техники. Очень хотелось бы взять в аренду что-нибудь такое, чем можно попилить бревна. В общем-то выпилить лес. Я не знаю, мне не очень много надо деревьев 20 пилить. Позаветуйте пожалуйста что-нибудь, что у вас есть в наличии такое. Не сильно убитое, но и не шибко дорогое. Ну мы вам можем предложить в аренду, например, листехкомовский LP19B3. Будет стоить 3927 евро и плюс 1617 евро за каждый дальнейший час. Слушайте, ну это интересный вариант. Давайте я, наверное, его закажу. Еще подскажите какую-нибудь хреновину, чтобы возить бревна. Какое длинное бревна собираетесь пилить? Ну я не знаю, метров по 4-6, может будет 8. У нас есть Зиловский полуприцеп. Подходит, в принципе, к любому тягачу. 193 евро будет стоить аренда и 79 евро за час дальнейший. А сколько вообще она в розницу стоит, не в аренду? За юридических 3800, в принципе, и вам сделаем. Замечательно, мне это дело подходит. Давайте тогда так и сделаем. Вы его покупать будете? Не-не-не, я ее пока арендую, но скорее всего потом выкуплю. Хорошо, первый платеж будет 4120 евро. А, слушайте, еще такой вопросик. Надо, короче, где-то 4 тюка соломы есть у вас? Вы фермер и у вас нет соломы? Да, я гребаный фермер и у меня нет соломы. Да, есть круглые тюки, 650 евро, 4 куба. Все, хорошо, тогда заверните мне, пожалуйста, все это дело и я в течение получаса к вам заеду, заберу все это барахло. Да, хорошо, приезжайте, всего доброго. Да, хорошо, все, спасибо, всего доброго. В общем-то, потратился Василий, списали у него деньги с карточки, поэтому опять-таки надо брать краза и все это дело сюда везти. Поехали за кразом. Так, за у нас тут что-то работа стоит. Ладно, сейчас придем, поправим. Видимо, что-то пошло не так. Видимо, две подружки просто решили поговорить, думают, что я за ними не наблюдаю. А вот шиш там. Все, я наблюдаю за всеми. Все, тачку оставляем здесь. Погнали разбираться, что у них там происходит. А, вот падлы, увидели, что босс рядом проезжает и сразу же поехали, а? Это не стыдно, а? Вам не стыдно? Готов поспорить, что нихрена им не стыдно. Ладно, у нас есть своя работа, плюс техника арендована, время капает и все такое. Правда, она там по моточасам будет у нас деньги жрать, но все равно. Вот он, наш кразик, он нам очень выручает в последнее время. Давайте-ка лапки поднимем. О да, сейчас опять напишут, апарелли. Господи, я не могу запомнить это слово. Хотя, да, уже запомнил. В общем-то, погнали. В магаз там нас ждет наша новая техника. Приехали с той же очень плохие тормоза у краза. Давайте-ка сразу вот эту вот херовину опустим. И, в общем-то, что нам дали? Нам дали вот такой вот полуприцепчик. Сюда можно 8-метровые доски ложить, точнее бревна без проблем. И дали нам вот такую вот хреновину. Я не помню, как она называется. Короче, в разговоре по телефону вы слышали, потому что я не запомнил. И, соответственно, купили мы 4 тюка с соломкой. Для того, чтобы запустить лесопилку, вот такое вот первое топливо у нас будет использоваться. Соответственно, какой у нас план действий? Мы сейчас грузим вот эту вот шнягу на трал. Едем, пилим деревья. Блин, оно все равно как-то нехорошо получается, на самом деле. Очень много раз сюда придется съездить. Может, надо было еще какого-то тягача брать. Для этого прицепа типа зела что-нибудь. Тогда сразу все утащили. И не надо было бы по 500 раз мотаться туда-сюда. Да, это задача. Я просто думал, что мы сначала попилим деревья, потом привезем сюда трал и все остальное. А может быть... А хотя да, давайте так и сделаем. Придется, правда, 2 раза ездить в магазин еще потом. Просто эту штуку все равно же надо будет возвращать. В общем-то, давайте. Вот там написано, кстати, LP19BZ или B3. Я, честно говоря, не шарю. Да уж, его скорость 5 км в час. Хорошо, что у нас есть трал. И он не может по нему заехать задом. Вот это не задача. А передом-то сможет хоть? Напередом не может на трал заехать. Мне кажется, надо просто эту штуку поднять. Она где-то мешает в каком-то моменте. Ну, давай, давай, давай. У тебя получится. Ты же гусеничная техника. Это же мощей должно быть немерено. Во. Нормально стал. Можно даже вот эту штуку сюда положить. Ну и глушимся тогда. Повезли это все дело на лесопилку. О, как он просел-то. Нормально просел. Мне кажется, я могу по пути спокойно убиться. Да, он вообще неустойчиво стоит. Его колбасит, как я не знаю что. В общем-то, приехали. И можно вот эту вот штуку опустить. Поэтому вылазим отсюда и надо вот эту вот штуку отсюда снять. Запрыгиваем внутрь. Заводимся. Давайте-ка поднимем, наверное, кран. Я не знаю, как это назвать. Стрела, что ли? Ну и поехали тогда попилим пару деревьев, что ли. Посмотрим, как это дело вообще работает. Может понравится и больше деревьев спилим. Да, надо было ближе к лесу ее подгонять. Что-то я не подумал об этом. Ну и ладно. А мы, друзья, знаете, про что забыли? Мы забыли про пенькорезку. И это не очень хорошо. Ух ты, она еще вот так вот крутится. Хе-хе. Прикольно. Давайте-ка вот так вот это все дело откроем. Так-так-так, стой. И вот эта штука тоже должна крутиться, да? Во. Мы будем это делать вот таким вот образом. Нет, оно так не пилит теми же кнопками? О, оно теми же самыми кнопками пилит, что обычно скорпионы. И это ли не прекрасно, друзья мои? И по метру стоит. Я накосячил. Бывает. Изменить длину распила. Нам надо поставить... Давайте 7-метровые. Там у нас 8-метровый прицеп. Будем по 7 метров делать. Или даже по 7 с половиной. И хоп. Хоп. И вот они, бревна. Хм. Мне нравится, слушайте. Быстро. Оперативно. Ну что, давайте тогда... Давайте залезем, посмотрим вообще, сколько сначала у нас лезет... Влезает вообще бревен, литров. И сколько топлива влезает. Потому что я... Вот это дело я не посмотрел. Так, щипа соломы у нас. 100 тысяч литров можно заправить топливо. И, соответственно, 250 тысяч литров бревен. Хреново то, что я не понимаю, сколько это. Ну, в общем-то, ладно. Ничего страшного. Погнали, попилим. Я не знаю. Если будут лишние, они останутся. Потом их уже вручную будем таскать. Ничего страшного. Давайте 9-20 спилим. В общем-то, вот эту опушечку. Там, в общем-то, как пойдет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А знаете что, друзья? Я что-то думаю, что на этом, наверное, и хватит. Тут и так немало бревен. Единственное, надо их, короче, побыстрее отсюда забрать. Во-первых, они на дороге лежат. Может быть, кому-то будет мешать проехать. Хотя тут единственное место, куда можно проехать, это наша лесопилка. Никто здесь не будет ездить. Но, с другой стороны, мы же знаем, что все люди, они халявные дровишки и все такое прочее. Причем древесинка здесь довольно-таки неплохая. В общем-то, надо ее поскорее отсюда будет забрать. Не, ну его нафиг, ребята, мы сюда трал подгоним. Потому что 5 километров в час, это, ну, очень медленно. Во, вот так вот должно быть норм. По крайней мере, не надо будет еще лишний километр ехать. Ну, тут не километр, но мы пару минут так точно сэкономили этим. А вот что я забыл сделать, так это опустить гребаный въезд. А ну-ка, давай-ка по максимуму. Во, все нормально. Сейчас загоним. Ну, давай, заезжай, друг, у тебя получится. Я в тебя верю. Не хочет. Пробуем с небольшого разгона. Хотя тут он разгоняется, конечно, такое себе. Ну, давай, пожалуйста. Немножко кривовато. Ну, давай, давай, давай. У тебя получится, я в тебя верю. Во. Нормалды. Нет, не нормалды. Нет. Так его же даже и пнуть нечем. Мне кажется, сейчас Васе придется использовать свою суперсилу. Да. Не лезет. Ладно. В принципе, это небольшая проблема, скажем так. Или большая. Ух, ты ж ежик, как он это самое. Чуть кривовато поставил и все, и прицеп повело. Так, норм. Ну, более-менее. Можно его чуть-чуть левее. Да, Вася очень сильный. Ничего с этим не поделать. Все нормально. В общем-то, друзья, я, чтобы не занимать ваше время на эти перевозки, потому что едем мы медленно и аккуратно, встречаемся через некоторое время здесь же, когда будем эти доски собирать. Точнее, бревна. Ну и что, мы вроде как приехали на лесопилочку. Да, немножко с этим кразом этот прицеп не очень хорошо смотрится, но ничего страшного. Слушай, неужели я вот сразу застрял, а? Так не должно быть. Надеюсь, никто тут не растащил наши бревна. Давайте-ка посмотрим, как это все дело работает. Изменить количество загрузки. Максимум 4 метра. Хороший вопрос, что это за кнопка? Похоже на Enter. Но это же ни хрена не Enter. Ну то есть на Enter это дело не работает. Кто мне расскажет, что это за кнопочка? Может быть, здесь мне что-нибудь на геймпаде подскажет, а? На геймпаде кнопок никаких нет. Вот это беда. Я не понимаю, что это за кнопочка-то такая. Вот позиция разгрузки, это понятно. Так вот это работает. Это прикольно на самом деле. Мне это нравится. Мне надо как-то изменить количество загрузки. И я вижу, что это кнопка Enter. Но это же реально кнопка Enter. Воздвиг выгрузки есть. Куча всякой полезной. И ни одной кнопки, которая помогла бы. О, нет, место загрузки 1, 2. Это, конечно, все понятно. Ну ладно, давайте включим загрузку. С левой стороны попробуем подъехать. Но если... Ну, короче, это будет фейл. И они и фиг грузятся теперь. Есть вариант, конечно, их пополам распилить. Но это будет геморройно. Каждое пополам пилить. Что же это за кнопка-то гребаная? Блин, это, по сути дела, это гребаный Enter. И ни хрена не работает. Как так-то? Что делать теперь, а? Вообще можно их пилить пополам, потому что они у нас 7,5 метров. Надо мне за пилу брать. Ах, вот нажил я себе геморрой. Вот зачем мне это надо? Вася-то, конечно, сильный. Ничего не скажешь. Не будешь я их вручную таскать. Есть вариант, конечно же, перезайти в игру, что называется. И самому назначить эту кнопку. Но я не хочу. А вот найдется же человек, который напишет, что я не прав, и расскажет, как это надо было делать. Ну ладно. В общем-то, у меня идей никаких нету. И мы сейчас, просто чтобы это все дело запустить, просто чтобы оно хотя бы заработало, покупаем бензопилу, берем хускварну. И, короче, надо это дело попить. А еще нет доступа к этому участку. А какого лешего нет доступа к этому участку? Мы же на своей территории. Ну, типа, где-то здесь, наверное, надо пилить. Ну и как это понимать? А у нас еще и, наверное... О, пошло. Сейчас она, кажется, длиннее, да? Ну-ка, давайте-ка ручками ее попробуем. Ясен-пей, она длиннее. Вот эта сторона показалась. Как все бесит-то сразу, а? Где эти... Где это бревно? Второй кусок, маленькая половинка. Фиг разберешь. Надо было по 4 метра их просто пилить, да и все. Но, кто знал, кто знал. Ладно. Давайте вот это вот отдельно вынесем и распилим. Быстро это получилось. Ну, давай. Что ты мне скажешь, друг? Нет? Слишком длинная? А на это что ты мне скажешь? И эту он не берет. Может быть, потому что меня нет в машине? Может быть, потому что выключено авто... Да. Начать автозагрузку. И один хрен у нас ничего не падает. Как так-то, а? Все же так хорошо начиналось. Все вроде по фэншую. Блин, короче, у нас полный попандос. Сейчас приключится автозагрузку влево. А, вот у нас сейчас автозагрузка вправо была. О! Понеслась. И слушайте, изменить количество загрузки не надо было. Я не знаю, как это работает, но они посыпались. Вау! Слушайте, прям крутота. Я тут тупил, наверное, минут 20. Разумеется, вы всего этого не видели. Так это же вообще меняет все. Так, ну я думаю, на первую партию хорош. Давайте-ка закрепим это все дело ремнями. И поехали, отвезем место выгрузки. В любом случае, все остальное надо будет еще перевезти потом на базу. Не на базу, на лесопилку, чтобы оно... Прости, пшеничка чья-то или что тут у нас растет. Я не могу внешне отличать их, извините. Блин, аж настроение повысилось. Слушайте, крутота-то какая. Все работает, оказывается. Во, и попадали сюда бревнышки. Сейчас интересно посмотреть, сколько мы забили. 62 куба. Короче, у нас влезет все, походу, что мы попилили. Ну, а вот эти вот два огрызка мы, пожалуй, оставим уже. Пускай тут лежат. Потом как-нибудь уберем. Сейчас наша задача, в первую очередь, запустить лесопилку. И разгружаем еще один кузов. Слушайте, нормально. 7,5 метров, короче, ребята, вот самый оптимальный размер. Оно и выглядит при перевозке для этого прицепа. Само то, это прицеп из зилпака, если что. Крутота, слушайте, аж настроение поднялось. Прям норм. Да, как-то мы маловато попилили. 115 кубов. Ну, в принципе, может быть, этого реально надолго хватит. Здесь на этой карте нет таких объемов, как на остальных. В общем-то, зашибись. Осталось приторабанить сюда соломку. Но для вас это будет в мгновение ока. Эгей, магия мать его монтажа, да? Как прекрасно. Короче, вот у нас есть 4 тюка-соломки, которые мы купили. Пришлось, конечно, бабло потратить, но ничего страшного. Я только ремни забыл отстегнуть. Давайте-ка отстегнем. И надо их перетащить. Я надеюсь, он их будет жрать. Принимать в качестве топлива-то солома в тюках. Да! И сразу же звуки зашуршало. Все. Пошла у нас работать лесопилочка. Это ли не прекрасно? Давайте остальные тоже закинем, в принципе. Во! Правда, у нас здесь щепа появилась. Но ничего страшного. Будем считать издержки производства. Ну и, короче, вот так вот это все дело работает. Отсюда бревнышки подаются. Что-то там будет пилиться. Давайте-ка посмотрим, что там на другой стороне. Вот. Здесь будут доски. Ну, анимация сделана. Все красивенько. Длинные, короткие. Куда-то все это дело будет выходить. Еще единственное, давайте посмотрим, с какой скоростью это все перерабатывается. 3000 литров в час. Я так понимаю, один поддон 2000 литров. Поэтому через пару часов у нас будет, должен быть уже, первый поддончик. В принципе, неплохо, неплохо. У нас, правда, работа еще есть. Я не хочу время мотать, чтобы это все дело производилось. Пора уже как-то вроде как заканчивать. Ладно, поехали на базу. Припаркуем нашего трала. И посмотрим, что-то у нас там с комбайном и прочим. А поле у нас, кстати, уже все убрано. Комбайн остался в поле почему-то. Я не знаю, почему они его бросают. Вот Валерка, которая... Точнее, не Валерка, а девка, которая у нас ездила на тракторе. Вот она сюда приехала. Она молодец. А вот Жанна вообще не молодец, которая первая поехала. Ну, ничего страшного. Мы птицы не гордые. В общем, сами пригоним. Вот так вот. И глушимся. Я не знаю, как я включил проблесковые маячки и зачем. Это, видимо, когда кнопку искал. Не знаю, как это выключить. Ладно, пусть моргают. Сильно аккумулятор на Краде, я думаю, не сожрут. Там нормальные аккумы должны быть. Так, что у нас в МТЗ? А, тут вон FIFA какая-то сидит до сих пор. Ну, мы, в общем-то, ее выгоняем. Давайте разгрузим последний прицепчик. Сколько там было. И посмотрим, сколько у нас всего есть бобов. А вот, кстати, 25 кубов собралось сейчас. Было 29, стало 55,9. Ну, 25, 26 где-то так. Все понятно. Неплохо. В общем-то, мы можем, в принципе, их продать. А можем пока не продавать. Раз уж Уася решил нормально заниматься контрактами, то, в принципе, можно особо и не париться. Да, бросила комбайн в поле. Благо, хоть закрыла все, все нормально. Давайте отгоним его тоже на базу. Во, зашибись. Пусть стоит здесь. И трактор давайте тоже припаркуем. Во, нормалды. И, в общем-то, как-то так. В общем-то, друзья, как-то вот так вот будут выглядеть у нас длинные доски. И, соответственно, дальше вон лежат короткие. Это не наше. Этого пока у нас не произвелось. Я вам просто показываю, как это все будет дело у нас потом выглядеть. И, кстати, вон 6000 литров поддона. Это довольно много. А здесь и здесь тоже 6000 литров. Это хорошо. Слушайте, мне нравится. То есть, как-то так. Я вам просто показал, как они выглядят. На этом, друзья, мы будем заканчивать эту серию. Надеюсь, она получилась интересной, по крайней мере. Мне эта вся движуха понравилась. Опять-таки, друзья, будет у нас стрим, на котором будем выполнять контрактики. Там есть контрактик на гигантское поле картошечки на хорошую такую сумму. Поэтому, если очень сильно захотите, мы поиграем в упортового Василия. Опять-таки, поболтаем, засеем наше поле. Скорее всего, засеем его канолой. Потому что канола у нас будет использоваться на производстве топлива. Топливо нам тоже везде понадобится. И нашу технику заправлять, и на производствах. Поэтому, друзья, чтобы не пропустить стрим, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Чтобы прям вообще стопудово его не пропустить, можете вступить в группу ВКонтакте. И нажать там, включить уведомления. Или же вступить на наш канал в Дискорде. Я тоже всегда анонс делаю. И давайте соберем под этой серии дохренища лайков. Потому что активность это здорово. И у меня потом хорошее настроение. И мне хочется пилить вам другие серии. Ну и пишите ваши комментарии по поводу нашего развития. Или просто пишите любые комментарии. Мне всегда интересно почитать всякое разное. В общем-то, друзья, всем спасибо за просмотр. Спасибо за внимание. С вами был Никита Зилей. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok